Привет, друзья! Меня зовут Сергей, король, я редактор. Мы продолжаем серию наших регулярных бесед с Станиславом Ореховым, инфобизнесменом известным, дизайнером интерьеров и не только. И как обычно, традиционно, я задаю Станиславу несколько вопросов, которые накопились за время нашего последнего с ним разговора. Первый вопрос, он отчитателя немножко мною редакторски доработанный. Станислав, скажи, пожалуйста, вот тебе как дизайнеру приятнее, удобнее работать с клиентом, который немного разбирается в дизайне или который вообще не рубит? Ну, мне проще, конечно, который разбирается, потому что самые лучшие клиенты, самые лучшие, которые уже сделали себе квартиру либо с плохим дизайнером, либо дом, либо сделали себя сами и поняли, что они никогда больше этим не хотят заниматься. То есть люди уже натерпелись боли, страхов и всего остального. А с новичками с ними тяжелее, потому что им кажется, что все просто и легко должно быть. Поэтому тут много объяснений. Некоторые дизайнеры, я даже знаю, не заключают контракта, если клиент условно такой восторженный и у него нет вот этой вот боли. Я, конечно, заключаю, но как бы стараюсь. Мне удобнее и интереснее с теми, кто уже опытный. Слушай, а вот здесь нет ради спорного момента. Ну, по крайней мере, если клиент опытный, то наверняка он может начать продавливать какие-то свои идеи, мысли. У него, не знаю, пихать в тебя свой опыт, говорить, а вот у нас в прошлый раз было вот так, давайте так же сделаем. Такое не бывает? Слушай, но бывает в целом все, что угодно. Клиент вообще не зависит от того, опытный он или неопытный. Будет ли он от этого пихать свои идеи и мысли или не будет. Это в двух разных категориях вообще относится. То есть первая категория, то, что мы обсудили, это насколько он, у него насколько есть боль, да, и понимание процесса. Да, естественно, если боль есть и он хочет от нее избавиться, то как бы ему проще. А вторая категория, то, что ты задаешь вопрос, это относится, насколько он как бы, ну, ведет себя, да, то есть насколько он хочет себе заказать либо карандаша, который будет все делать, как он скажет, ну, и он сам типа дизайнер, либо он ищет себе эксперта и уже этому эксперту доверяет и с ним уже работает. То есть это зависит абсолютно от другой позиции. То есть это два фактора всего там их, может быть, еще несколько разных опций, да, которые есть, вот. Но это взаимоисключающие вещи, и оно может сочетаться как в одном человеке, так и в разных. Я понял, хорошо, окей. А вот скажи, пожалуйста, есть ли у тебя вот просто такая концепция, как есть у редакторов, когда ты заинтересован в том, чтобы образовывать клиента, и тебе важно, чтобы он разбирался? Слушай, ну, люди, которые знают что-то, да, им, мне кажется, прикольно щегольнуть своим знанием, да, 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 вот. Почему нет? Вот, это всегда интересно, всегда здорово, и мне кажется, человек, который чего-то умеет, да, это его как бы тяга, мне кажется, это естество любого живого человека, если что-то ты знаешь, ты хочешь делиться этим. Особенно прикольно, когда делишься ты, ну, непонятно с кем, да, с человеком, который тебе деньги за это заплатил, то есть это вдвойне приятно. То есть если этот процесс обоюдный, то, конечно же, мне нравится это делать, я с удовольствием всегда рассказываю людям, особенно если они слушают, применяют, прислушиваются. Угу, я понял, хорошо, спасибо. Так, ладно, согласен. Есть такой еще вопрос. Ты в канале частенько пишешь про упаковку так называемую, то есть создание, описание некого предложения. И ты пишешь о том, что смысл, ну, как я, по крайней мере, понимаю упаковки, это понять боль потребителя, покупателя и ее как бы закрыть, поработать с ней. Ну, к примеру, у тебя приходит человек с дизайном интерьеров, ты пытаешься понять, зачем ему дизайн, что именно он хочет, какие там цели он хочет добиться этим дизайном, и предлагаешь ему там, не знаю, коммерческое предложение какое-то. Это так? Ну, сейчас ты сказал про упаковку, а потом рассказал еще одно. Да, 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 согласен. Ну, типа, ты пишешь на сайте, давай сайт возьмем, у тебя есть страница какая-нибудь в интернете, где ты предлагаешь какую-нибудь услугу, ну, к примеру, книгу продаешь свою, и ты понимаешь, разбираешься в потребностях людей, которые хотят, возможно, которым эта книга будет полезна, и их закрываешь на странице, так? Да, все верно. Вопрос. Слушай, а как, что делать, если ты делаешь какой-то продукт или услугу для людей, которых ты, или пытаешься продать людям, но ты их не очень понимаешь, и фиг знает, какие у них боли, как их вообще эти боли понять? Ну, тогда вопрос, как ты продукт сделал, потому что ты не можешь сделать никогда хороший продукт просто в стол, это не работает. Точно так же, как архитектор или дизайнер не может сделать дизайн без ограничений, да, так же и текст ты не сможешь написать, когда тебе непонятно, о чем писать. Напиши мне там любую книгу, да, ты всегда спросишь там, для кого там, для детей, для взрослых, для какой категории, то есть ты не сможешь сделать ничего путного и дельного, если у тебя нет понимания аудитории, ну, то есть это создание продукта, соответственно, ты продукт не сможешь создать, а если ты продукт создал, то тебе нужно отмотать, ну, с другой стороны, то есть ты, как бы, когда создавал продукт, ты же понимаешь, для кого ты это делал, и ты понимаешь, какую проблему решал, и ты это и делаешь, то есть у тебя автоматом. Ну, хорошо, да, ты свой продукт, а если я как копирайтер описываю чужой, к примеру, я продаю детский развлекательный комплекс, я же сам, типа, его не создавал, как мне понять боли родителей, которые этим будут пользоваться? В целом тебе это будет очень сложно сделать, это одна из проблем копирайтинга и вообще маркетологов, потому что они в целом знают теорию, как это делается, но продажи осуществляются вот на кончиках пальцах, они осуществляются именно вот по щелчку по какому-то, либо свой, либо чужой, и многие начинающие копирайтеры, маркетологи, они как бы все знают как по книгам, но почему-то их тексты или их материалы не работают, почему? Потому что они именно не знают, не живут с аудиторией, они не являются аудиторией, они не знают, как они мыслят, и если они даже знают, откуда они знают? Они идут, например, есть такая позиция исследования, то есть ты идешь на сайты, да, и начинаешь там читать какие-то форумы, еще что-то, но это только отголосок, это даже не отражение в зеркале. Это как какие-то люди, которые чаще всего с негативом что-то там высказывают, рассказывают, это не значит, что как бы, во-первых, не значит, что это они покупатели, да, во-вторых, не значит, что их проблема, они как бы стоят действительно того. То есть вчера там какой-то пост был в фейсбуке, какая-то там сумасшедшая девушка на весь этот самый всю ленту рассказывает, как ее там автомобиль куда-то там утащили на штрафстоянку. Ну как бы боль ли это, да, но это просто какая-то непонятная вещь, да, она очень больна, очень тревожна, но как бы никакому продукту это не ведет, это просто единичный случай. Если ты не в теме, ты не понимаешь, да, ну как начинающий копиратор, либо копиратор в другой теме, то очень тяжело тебе будет это сделать, поэтому я здесь за специализацию. То есть ты понимаешь аудиторию? Если ты аудиторию понимаешь, тебе нужно делать разные продукты именно в этой нише, ну проще это делать. То есть у меня там для дизайнеров там 30 продуктов, например, вот, я в них иду, я не полезу там в куда-то еще, где не понимаю, либо мне надо сначала будет посвятить время и разбираться. Ну то есть книгу я написал, значит, в копирайтинге я чуть-чуть понимаю, не только и в продукте, но и там пообщался там с людьми, там с тобой, с другими копирайтерами. Я уже там могу понять психологию и могу понять там, что будет заходить, а что не будет заходить. То есть, ну это уже как бы с опытом идет. А как бы ты бы, например, если тебя нанять бы как копирайтера, что бы ты делал, как бы ты это исследование проводил? Если бы я нанимал копирайтера или что? Если бы тебя наняли, вот если бы ты работал копирайтером, описывал непонятный для себя продукт, что бы ты делал? Ну я бы не стал это делать, это зачем мне этим заниматься? Это невыгодно Но ты говоришь, что ты упаковываешь Можешь теоретически упаковать чужой бизнес Систематизировать его Но это тоже нужно разобраться в нем Да, но за это платят деньги Не как за текст Это стоимость от полутора миллионов Упаковка бизнеса чужого Ну вот так Хорошо, у меня нет полутора миллионов Чтобы упаковать свой бизнес, но все же У меня бизнеса нет Так вот, тебе это не надо Да е-мое Просто сама механик, в общем, как она выглядит Ну то есть даже не важно, сколько денег тебе платят Окей, хорошо, механику расскажу Вот допустим, я на самом деле делал упаковку чужого Есть такое понятие, как исследование Мы ее тоже делаем Исследование заключается в чем? В том, что ты опрашиваешь своих клиентов Либо, вот допустим, если у тебя есть клиент какой-то Тебе нужно либо взять у него контакты клиентов И самому там позвонить, уточнить с вопросом Да, ну не все согласятся Либо его зарядить, сделать некое исследование Оно дорогое, сразу скажу И оно должно быть именно релевантным То есть это должны быть клиенты, которые покупали Вот, это самое лучшее, если такие есть Ты звонишь и говоришь, тебе надо узнать несколько вещей То есть какие были проблемы То есть почему решили воспользоваться ситуацией И копаешь эти вещи очень глубоко Прямо мучаешь человека Именно чтобы он своими словами рассказывал Все это дело записываешь Какие проблемы были? Второе, какие желания были? То есть как идеальная ситуация для него была бы? Ну давай пример какой-нибудь сразу Слушай, а в чем мотивация клиента Вообще отвечать на эти вопросы? Это другая идея, это продать надо То есть ты сейчас прыгаешь в категорию продажи идеи Мы об этом тоже можем поговорить, если тебе интересно Ну как бы закончим это или ответим? Да, нет, давай-давай закончим, конечно Смотри, в общем, там четыре позиции Короче, первое это, ну, страхи проблемы, которые были Второе, да, второе это желание, идеальная ситуация Да, третье, как решал, допустим Ну, что не получалось, там, как решал неправильно И четвертое, тебе нужно собрать Так называемые цитаты, да То есть какими словами он это говорит Ну то есть тебе нужны прямо слова выражения Вот, это в принципе вот для базы достаточно Из этого ты можешь уже, ну, как бы Понять, как бы контент, да Который тебе создавать Потому что вот у тебя живой человек Дальше там можно углубляться И задавать больше вопросов Но тут уже надо понять, насколько человек сам готов это делать Угу, я понял, хорошо Следующий вот этот вопрос Как продать идею или отменим? Да, у меня просто была похожая ситуация Мне одна компания несколько лет назад заказывала Корпоративный блог И мы, типа, думали, о чем в этом блоге вообще писать И у нас появилась вот идея примерно Твоего исследования, которое ты сейчас описываешь Мы решили связаться с клиентами этой компании И спросить, о чем вообще им интересно почитать А, так как это вопрос странный О чем интересно Да И, как бы, нетрудно догадаться, да Что они отвечали Типа, да не хэн знает Ну, непонятно Да ни о чем Да вроде все нормально Да И мы такие, типа, потратили кучу ресурсов на это И там писали письма Звонили им И в итоге просто ничем не закончилось Ну да Потому что ты перекладываешь свою работу на человека А он не хочет ее делать То есть ты, как редактор, ты должен придумать Тебе заказали сделать интересный блог А ты, как бы, спрашиваешь у них А что тебе там рассказать, показать То есть наоборот Ну, это казалось логично Нет Вот, типа, мы же пишем для клиентов И, как бы, у них якобы Давайте спросим Вдруг у них есть какие-то проблемы, боли Они нам скажут Хотим про коммерческое Оформление, юридическое оформление коммерческой недвижимости Почитать Такие, о, запишем Но так не получилось Я тебе сейчас на простом примере человеческом объясню Вот с девушкой, например, ты идешь куда-нибудь Вот, и ты начинаешь у нее выпытывать А вот куда, в какое кафе мы пойдем Либо в какой ресторан Или на какой фильм То есть должен решать мужчина, куда мы идем А она уже, как бы, в зависимости от того Если ей этот вкус совпадет там с твоим То, соответственно, она с тобой пойдет Если не совпадет твои интересы То она отвалится и скажет Нет, мне не интересно Вот, а ты пытаешься Не занимаюсь, но просто пример такой Ну, то есть ты должен решать А если ты начинаешь ее пытать и спрашивать Ну, типа, ну, давай Давай что-нибудь интересненькое сделаем Ну, ты придумай интересненькое А я уже буду делать с тобой Примерно то же самое у тебя сейчас получается Когда ты так вот клиент Согласен Ну, вот Просто это помнить И живой такой пример Соответственно, ты можешь его использовать Вопрос, что делать Да? Да Два вопроса Первый, что делать А второй вопрос Типа, у меня есть список клиентов И, типа, как мне вообще к ним подкатить Подступиться И вообще, я им нафиг не нужен Какой-то чувак пришел выпытывать у них что-то там Ну, давай, давай обсудим Смотри, что делать Значит, когда ты хочешь продать какую-то идею любому человеку Тебя нужно сделать следующее Ты должен понять, в чем польза этому человеку Отвечать, ну, либо делать что-то То есть это самое важное Польза Какие есть пользы? Давай, какие ты знаешь пользы для человека? Ну, не знаю Для меня самое базовое Мне кажется, это коммерческая выгода для него Деньги Отлично Что еще? Ну, самоуважение Интерес Не знаю Статус в обществе Да? Социально Ну, согласен, да Вот, и эмоции Ну, вот основные три вещи Ну, в целом, это все сводится Все, что как бы нужно Любая польза Она как бы к этому сводит Там можно это разветвлять Там до семи грехов Там и так далее Там можно списки сделать большие Но в целом у тебя Либо эмоции, чтобы развлечься Прикольнуться, да? Чтобы ему было просто интересно Для чего в соцсети ходят? Либо второе Это, значит, деньги, да? Заработать Либо третье Ты Ну, социально, короче, показать Что ты крутой Либо ты там С кем-то помериться С чем-то Вот Помня, третья вещь Ты должен подготовить речь В которой твой клиент поймет Соответственно, что будет Ну, давай вот подумаем Что может быть Ну, деньги Деньги Ты ему предложить деньги можешь? Ну, кажется, нет Не можешь Не сумму платить Выкидываем Что еще ты можешь? Запасен Развлечь ты можешь его? Ну, фиг знает Ну, если веселым Задавать эти вопросы Но сомнительно Я не уверен Окей, что остается? Ну, уважение Самое Уважение Ценность в обществе Вот Это можешь дать? Ну, можно, наверное, продать Вы нам поможете Ваши темы будут читать Тысячи других людей И вот это Ты про это сейчас Ну, примерно так Ну, то есть Только не вы нам поможете Он не хочет вам помогать А наоборот Мы вам поможем Стать известным и знаменитым У нас там такой-то канал Такой-то журнал И вы там будете Как бы В экспертное мнение Вы свое расскажете То есть мы хотим у вас Взять экспертное мнение И мы будем На это давать рекламу Мы будем вас транслировать И в целом Как бы Вашей компании Ну, в целом Вы бы хотели развивать Историю с Контентными продажами Например, да? Он такой Что это такое? Когда вы выступаете Как эксперт Либо кто-то из вашей компании Выступает как эксперт И мы его размещаем В таких-то сетях Или в таких-то социальных Сетях В публикациях Да, было бы здорово Он говорит Вот у нас такое предложение Обычно за это деньги берут В принципе Ты можешь даже с него За это деньги взять Дополнительно Как продаж Где моя красная лампа? Вот, блин Станислав Ну, как бы Я почему это говорю То есть Тут не смысл Деньги взять А смысл в том Что ты делаешь Что-то правильно Если ты думаешь О, а за это Можно взять деньги Вот такая Если мысль включается Не смысл взять деньги А смысл Значит, ты действуешь Правильно в направлении Ты говоришь Тебе было бы ценно Что вот мы тебе сделаем Обычно это стоит Например, там Десять тысяч интервью Плюс печать Значит, мы готовы Вам Не бесплатно Да, бесплатно Плохое слово Тут нельзя говорить То есть мы готовы За свой счет То есть, короче Мне, мой клиент Оплачивает работу Чтобы я взял у тебя интервью И сделал тебя знаменитым Офигенно Вот, тогда все будет работать Ну, то есть Мало кто откажется Я не представляю То есть, если человек Только, ну, как бы Совсем уже очень боится Если ты на видео Он не согласится Но на тексте Я думаю, у тебя конверсия Будет 99% Блин, это, кстати Клевая идея Мне нравится И мне очень понравилась Твоя концепция Про то, что Ну, то есть Если ты можешь Продать еще дополнительно Человеку Как услугу То наверняка Ну, то есть Есть же Это же, наверное, не просто так А потому что Для него это тоже Какую-то ценность имеет Ну, то есть Он готов за это платить Вот, кстати Говоря на эту тему Есть хорошая книжка Про так называемый Customer Development Ну, это Общение с клиентами Выяснение их потребностей И там в этой книжке Писали такую методику Про то, что Когда Например, вы Делаете какое-нибудь Мобильное приложение И спрашиваете Бесполезно просто Предлагать им Там Скачать его Или там Спросить у них Что-то про это приложение Важно им продать сначала Сказать, типа Заплати нам за него денег Если человек Купит это приложение То для него Получит ценность И он В большем Охотой Будет про него Рассказывать Ну, немножко Срезонировал с тем Что ты говоришь Я согласен В целом Звучит круто Мне кажется Что если бы я сейчас Заново эту задачу делал То я Примерно Поняв теперь Я бы примерно Так же ее решал Ну, а представь Что так Любую задачу В жизни Можно делать И любой человек Это может делать Любой профессионал Это просто Зная Раскладывая На три позиции Допустим Вот эти Любую задачу То есть Клиент не согласовывает А в чем выгода Ему не согласовывает Надо это понять То есть Почему он не согласовывает И как сделать так Чтобы он согласовал Клиент не платит А в чем выгода Чтобы он заплатил Там ему У меня такие тоже Случа были И То есть Ты просто должен Заранее знать На какие из трех Вот этих вещей У тебя есть У самого Влияние И что может И что зацепит клиента То есть У меня клиент там Ну один когда не платил Как бы он нормально У него деньги есть Но вот почему-то Он не платил Ну то есть Вот не хотел закрывать Вот Я сослался На типа уважение к себе То есть Я знал Что у него Это такая Очень важная черта Характера Да Что типа Он обещал Значит он сделает И я вот именно на это То есть Всегда Ну напирал И соответственно Как только я чуть-чуть поднажал Он тут же заплатил Причем даже не через него А через его Ну как сотрудников Я стал как бы Писать сотрудникам И говорю Вот там Типа ваш товарищ Ну и ему там условно в копию Да Что вот он обещал И как бы он перед сотрудниками Получается непоследовательный А ему этого не хотелось Вот Я не знал уж Хотел он платить Не хотел Он просто Ну Это способ такой Через других людей Воздействовать на Ну больной как бы вещи Если он там не делает Что-то хочет Это тоже можно Да Это очень Клевая штука Я согласен Блин Это было полезно Сколько Ты должен сказать Это было полезно Ты получил пользу Плати Ты же инфобизнесмен Слушай Есть еще один вопрос Третий И последний Ну он немножко В нем есть под вопрос Скажи Любой ли человек Может стать дизайнером интерьеров Ну Каким-то да То есть Насколько ты качественно Будешь делать Ну это наверное Вопрос Любой ли человек Может там Не знаю На велосипеде кататься Либо там музыку играть Ну как бы Любой наверное Сможет сыграть Там какой-нибудь Собачий вальс Ну как бы Если у него есть все пальцы Да Но как бы Выступать на сцене Не факт Вот Как это делать можно Не стыдно делать можно Красиво делать можно Гениально делать можно Но степень вот этого всего Оно зависит от двух вещей Первое Насколько ты Упарываешься в этой теме То есть Насколько ты глубоко копаешь Тебе интересно Насколько Это вопрос таланта Да получается Насколько ты будешь Глубоко изучать И второе Это вопрос таланта Какие у тебя природные способности Потому что Ну все равно Вот эти вот две вещи То есть Упорство и талант Они как-то работают То есть Кому-то дается все очень просто Он даже не изучает ничего Но Упорства у него мало Но он просто сам по себе талантливый Например Ну делать ничего не надо И наоборот Ты можешь Обогнать там Любого талантливого Несистемного человека Если ты просто Последовательно делаешь Пусть у тебя там Ну вот допустим Три вещи там Сегодня мы обсуждали Вот эти вот Кто-то же интуитивно Это чувствует А кто-то может Вот так вот По трем составляющим Разложить Да ему сложнее Но если он будет Это делать регулярно Скорее всего Эффект от последовательности У него будет лучше Вот поэтому Я думаю Что тут Как бы вопрос Не в том Что Любой может Ну и любого не может Может То есть Надо ли тебе этим заниматься Если да Если ты хочешь Если интересно То я не вижу Причин не попробовать Скажем так Я понял Слушай А вопрос Вот почему Мне показался подвохом Значит ли это Что в профессии дизайнеры Очень мало творчества Творчество Как нечто Неосязаемое Неопределимое Ну творчество Это такое Вот знаешь Когда ты что-то делаешь Делаешь И у тебя Мозг он сам производит То есть Это как мне кажется Это что-то неосознанное Когда ты соединяешь В чем там суть В том Чтобы собрать Как можно больше ограничений И мозг Он так устроен Что он автоматически Решает задачу Ну вот если я там скажу Не думай о розовом слоне Да Розовый слон Он всплывет Не потому что мы там Хотим или не хотим Мы не можем ему Приказывать Мозгу Он Или там Не думай о вкусе лимона Да Сейчас значит Будет вкус лимона Кислый Вот Это автоматически идет Соответственно С творчеством то же самое Если ты загружаешь Задачу в мозг Он не может не думать И твоя задача Как дизайнера Который хочет загрузить Эту машину По Получению идей Сделать так Чтобы у тебя было Как можно больше Вводных данных И как можно больше ограничений Вот У тебя Твоя оперативная память Должна это все Получить Не всегда это возможно Поэтому мы делаем Технические задания И когда у тебя есть Как бы Вот это техническое задание Описанное В момент Когда ты обсуждаешь С клиентом Что нужно У тебя возникают идеи И твоя следующая задача Быстро это зарисовать На бумаге Ну либо Ты путаешь сейчас Решение задачи С творчеством Нет? Нет Ну то есть Например Украсить стену Это решение задачи А рисовать гениальную картину Которые будут Поколения восхищаться Это творчество Которое может Только небольшое количество Людей сделать Нет? Ну ты говоришь Наверное про Не знаю Про искусство скорее больше Да Но это же Это не синоним для тебя? Нет Значит творчество Это процесс мыслительный Искусство это что-то сделанное Которое оценили люди И которое Ну как бы Ну значимо По каким-то причинам Вот Социальное То есть искусство Больше социальное Нежели Ну возьми Черный квадрат возьми Что там Как бы Идея Да идея То есть она больше социально Ну несет Или возьми Любую картину Какого-нибудь Ну там художника Да Знаменитого Когда фотографий не было Они рисовали Там реалистичность То есть это искусство Ну да Ну потому что в то время Там не было фото В фотографии Сейчас любой школьник Ну условно Если не берем там композицию Да Сейчас технически Можно сделать Вопрос не в технической составляющей А в том что искусство Да Что у тебя идет Значит Социальное еще подключается А вот стену покрасить Ты сказал То есть Технически да Покрасить это решение задачи А в какую краску И почему именно эта краска Подойдет к этому интерьеру Это уже творчество у тебя будет Ну то есть Ты как бы должен понимать Что вот Я чувствую вот этот цвет Почему Ты можешь его разложить Технически Почему ты чувствуешь Что так Любую красоту Ты можешь разложить Красота Это симметрия Вот Есть законы Описывающие это Просто некоторые люди По законам работают И у них получается Как Ну как получается Они менее талантливые Например Они по законам делают Но у них тоже хорошо получается А кто-то делает интуитивно По сути в этом только вопрос Он не может объяснить Почему эта краска Но она смотрится гармонично И ему кажется Что он вот такой вот творческий А другой человек делает по формулам И у него не хуже получается Просто он по-другому подходит Слушай А вот смотри У тебя же наверняка такая ситуация У тебя есть ученики У тебя есть два ученика Один из них становится Известным Крутым Прям важным В своем городе А второй Ну дизайнер Нет ли такого Что разница между ними Она же не только в упорстве Она же возможно Еще в каком-то вот Неосознанном Предрасположенности К чему-то Нет Почему я это спрашиваю Потому что Есть у меня такой глобальный вопрос Вот ты учишь дизайнеров Значит ли это Что ты можешь Значит ли это Что есть некоторые люди Которые могут Дизайнерам учиться Только до какого-то Базового уровня А дальше Крутыми Известными Стать не смогут Потому что В них какой-то Божьей искры нет Ну До какого-то уровня Они доходят В любом случае До какого-то уровня Вот Какой-то уровень Это индивидуально Зависит от двух вещей То, что мы обсудили Первое Это природный талант Второе Это упорство И как бы Желание работать Вот эти две вещи Когда они скрещиваются Ты понимаешь И еще Ну то есть Тут можно еще добавить Ну допустим Как называется Мозг Значит Масштаб мышления Ну то есть Миллионер От нищего Отличается Мозгом Мышлением Вот Как бы Сумму-то там Называют Десять миллионов Для кого-то Это вообще Непонятно Что-то там А для кого-то Это Ну вот Как бы Я ее понимаю Я ее осознаю И для него нормально Вот как бы В этом еще дело То есть Если мы там Глобально смотрим То еще Ну третий условно Параметр Это то Насколько ты себе Позволяешь Верить в реальность Происходящего Знаешь Это как эффект Плацебо Да Когда Ну он же доказан Когда тебе дают Таблетку Говорят тебе она поможет Она помогает Так же как там Сглаз и порча Да Если ты веришь Что тебя там Значит Проклинают И то Тебя будет работать И угнетать А если ты веришь Что это не работает Ну как бы Тебя никто не сглазит То есть Внутреннее состояние Тоже важно И вот здесь Вот мозг очень влияет Вот Поэтому еще третья составляющая Это насколько Ну как бы Ты сам Готов верить В то Что все возможно Кто-то Кто-то живет просто в мире Что он думает Все невозможно Все куплено Все продажные Значит Правительство плохое И так далее А кто-то живет Что типа нормально Прорвемся Вот как это ты измеришь Это не талантом Измеряется И не упорством Это просто базовые Жизненные позиции Она тоже накладывается Ну смотри Вот А как оценить в себе Вот эту меру Природного таланта Почему это важно Например Может быть Меня например Я про себя думаю Может быть Я хотел бы научиться дизайну Но во мне Эта таланта мало Я научусь И стану обычным Средним дизайнером А мне стоило бы Возможно Чем-то другим заниматься В жизни Как мне понять Есть у меня этот талант Или нет Я так для себя определяю Вот то что ты Чем ты занимаешься Большую часть времени Ну сам Ты же можешь отследить И то тебе интересно В том у тебя талант То есть я вот Ну я не занимаюсь Как бы писательством Для меня писательство Это технология Которую я делаю Я не талантлив В этом вопросе Я точно это осознаю А вот дизайном Я занимаюсь Ну то есть я бы Я бы не занимался Там денег Ну как бы не так много Можно в финансах Больше там получать Ну и так далее Просто это мне доставляет Удовольствие Там на какие-нибудь Спортом Там на сноуборде На лыжах Там экстрим Мне тоже не особо интересен Ну значит таланта У меня особо нет Ну то есть я умею кататься Как-то сносно Но чемпионом я не стану То есть Ну это как бы осознание себя Что у тебя есть А что нет А на этом можно посмотреть Чем тебе нравится заниматься То есть если ты смотришь интерьер Я когда первый раз увидел Стал смотреть И меня прям туда потянуло И мне захотелось там разбираться Я днями и ночами сидел И разбирался Скорее всего у тебя там талант Еще можно посмотреть Как бы в прошлом Там дедушки, бабушки То есть Ну то есть Есть ли какие-то такие Значит гены Все-таки передается Мне кажется Там художники Да или кто-то там Ну например Да либо там конструкторы Там Ну то есть Вот что есть Вот это тоже может проявиться Обычно через поколение Я здесь не сильно изучал Я просто слышал Как бы что такое есть А ты как-то замеряешь Это Спрашиваешь учеников Нет ли такого Что приходит человек Ты видишь У него нет таланта Бизайна интерьеров Ты его не будешь учить Нет Такого нет Потому что моя задача Это не определять Талантлив он или нет Моя задача А денег заработать Да Признайся Ну конечно денег заработать надо Но моя задача Ну не в этом То есть моя задача Помочь ему Как бы сделать Чтобы у него было Ну хорошо Чтобы ему было То есть Например Даже если сам себе Клиент делает что-то Но он хотя бы Не испортит там Себе дизайн То есть если он Все равно решил Быть дизайнером То пусть он Как бы будет Хорошим дизайнером Там по технологии Работает Вот Ну денег заработать Конечно любая работа Должна стоить денег Если человек не платит То ему это не ценно Если ему не ценно Он не будет С этим работать И Ну это еще одна Такая большая тема Да За что там ходите Что типа Вот там только денег заработать Если ты не возьмешь денег Никто ничего делать не будет Даже если Даже если заплатят Не всегда делают Но как бы Это ты просто Вот У меня был такой случай Очень прикольный Меня очень сильно Перевернуло сознание В один момент Я работал Ну как фрилансером Еще только-только начинал Я пришел к клиенту своему Ну обсуждать Какие-то детали Клиент был хороший Да У него был какой-то офис Но я с ним первый раз встречался Показал свою работу Он говорит Нормально И мне никто никогда не платил И он мне короче Достает пачку денег Он меня первый раз видит И говорит Короче договорились И прям дают деньги мне Я такой Так в смысле Что-то я не понял Ну меня всегда после платили Он такой говорит Короче Он мне просто объяснил Эту позицию так Он говорит Я знаю Что если там я сейчас не заплачу Там ты не будешь делать У тебя ответственность будет меньше Значит Велик шанс Что ты сорвешь проект И он мне прям Заранее заплатил И тогда Я стал работать для него Ну как бы по максимуму Потому что я понял Нифига себе Разве так можно И вот такая вот мысль Что ты взял денег У тебя появилась ответственность Ну то есть только в обратную сторону Так же и назад Если ты заплатил Ну то есть на бесплатные курсы Ну никто не ходит Вон там Гарварда Уже все выложили Бесплатно в интернете Никто не ходит Не учится А чем больше ты плачешь Тем больше ты для себя Внутри делаешь вывод Что тебе это нужно и важно То есть ты по сути Покупаешь свою мотивацию Ты вкладываешь деньги Ну это время ресурса То есть ты страдал Условно чтобы их заработать Да Вот И ты значит Отдаешь это Фокус внимания Ты покупаешь свой Ну примерно так Блин Это очень круто Я согласен Ладно Хорошо И вот Последняя часть Этого вопроса Ну наверное Для тебя она тоже Очень простая Скажи Вот если есть Условный клиент У которого есть Ну условно 300-400 тысяч рублей Которые он может Потратить на дизайн Ну там Не на ремонт целиком А только на дизайн Ему с этой точки зрения Ему с этой точки зрения Эффективнее Пойти Научиться Стать дизайнером Самому Либо заказать Дизайн у дизайнера Ну а цели зависит У него какая цель Сделать себе проект Либо зарабатывать В этой теме Самый славный Не он для себя Только делает Но теперь тогда вопрос Время Сколько у него есть Времени на стройку И готов ли он Скажем так Есть ли у него Основная работа Которая приносит ему Больше денег И удовольствия Нежели дизайн То есть зачем ему Себя мучить Тут же не только В плане денег Это вопрос Вообще Сумма это небольшая Ну то есть реально Если человек профессионал То есть он заработает Ее там не знаю За два месяца Он ее отобьет Зачем ему мучиться Занимаясь нелюбимым делом Там чертыхаясь Гораздо выгоднее Ну нанять себе профессионала И все Но если тебе нравится И ты хочешь сделать Это стартовой площадкой Для себя Ну как бы для того Чтобы проверить Есть ли у тебя талант Или нет Тогда конечно это выгодно Я понял Хорошо Скажи А сколько стоит Обучиться дизайну На базовом уровне Для человека Вообще без опыта Ну смотря где Ты будешь обучаться То есть у нас Где-то это 100-120 тысяч Наверное вот так вот 120 тысяч Можно рассчитывать А если у человека Стоит цель Сэкономить любой ценой И получить в итоге Дизайн проект Для своего Не знаю Своей квартиры То для него Эффективнее Дешевле За 100 тысяч Он не наймет дизайнер Правильно? Наймет? Наймет? Конечно Он за 15 Может нанять Ну то есть Вопрос поиска Если А? Вопрос поиска Он и бесплатно Может занять Ус полного качества Ему Вот ты его научишь За 100 С лишним тысяч рублей Он лучше сделает Чем тот дизайнер Который Который 15 тысяч Заплатит Не факт Нет Нет корреляции Понимаешь? То есть Если быть честным До конца То очень просто Мы сегодня Обсудили тему С творчеством Талантом То есть Есть возможность Что человек Который Вообще Не учился Нигде Он сделает Ну как бы Там посмотрел По интернету Какие-нибудь Картинки И он сделает Лучше Потому что В силу того Что у него Есть природный Вот этот Да Но во-первых Там где ты его найдешь Во-вторых Ты все-таки Рискуешь Человек который Не по технологии Делает Он либо Сделает Либо Не сделает У него Либо получится Либо не получится А рискуешь Это ты Вот Ну тут Получается Где ты его возьмешь Словно говоря Второй момент Я же не гарантирую Там что Там у тебя получится Я гарантирую Что система Работает То есть Надо понять Очень важную вещь Я презентую Систему Создания Дизайна Я говорю Что есть блоки Есть модули Сначала мы делаем ТЗ Вот как мы делаем Ты веришь Что этот ТЗ тебе поможет Показываю я ему Он говорит Что ты не понимаешь Объясни мне Я такой Окей Давай углубимся Давай объясню Как оно работает Далее ТЗ Хорошо нужно Значит По техническому заданию Мы понимаем Что тебе нужно Ты даже сам не думал Что тебе нужно А вот тут ты понял Второй момент Планировки и так далее Я говорю У нас есть система Там с 7 модулей Которая подразумевает То что ты Если ты ее сделаешь С определенной долей таланта У тебя получится Может не получится Или получится хуже Чем у того Кто бесплатно делает А может получиться лучше Никто не знает Я говорю Что есть система Которую ты можешь Сделать сам А можешь взять человека Который работает По этой системе То есть гарантии Тут как бы нет А у этой системы Есть минимально гарантированное Некое качество Если я просто формально Буду делать все Как ты говоришь Я получу какой-то результат В конце Да Потому что в этой системе Есть я и мой мозг Самое главное Что мы Я тебя не пропущу дальше Пока ты не понял Какие-то вещи Ну то есть допустим Пока ты планировку Не научился делать Я скажу там Сергей Тебе надо еще поработать Здесь, здесь, здесь Если ты идешь дальше Окей, иди Но тогда я тебя предупредил То есть я тебя Не выпускаю Ты как бы получишь бумажку Что ты прослушал Но не сделал Я должен убедиться Что ты умеешь То есть моя работа И моя задача Тебя тренировать До тех пор Пока наконец-то ты Если у тебя есть талант Значит через талант Если таланта нет Птем соединения Вот этих вот цифр Да Ты как бы научишься Технически хотя бы Это делать Ну на хорошем уровне Вот На 4 скажем так Да Пусть не на 5 с плюсом Да А не на гениальность Но на 4 ты научишься делать Вот И дальше Когда у тебя везде четверки Это же общий зачет То есть у тебя четверка в ТЗ Четверка в планировках Четверка в этом То есть в общем У тебя хорошо получается А талант Талант еще может Картинки делать гениальные Но все остальное у него кол И общий зачет У него будет там Минус там 0 То есть или сколько Ближе к нулю Понимаешь Тебе это не нужно У тебя общий 95% это не там 100% У тебя будет провал А у тебя четверка будет И ты в этом плане Будешь лучше Даже если ты как бы Менее талантлив Чем кто-то Я понял Окей Хорошо Ну слушай здорово звучит Что даже Станислав Орехов Даже практически Бесталантного человека На четверочника Дизайнера может сделать Это интересно Ну просто кто-то Сделает это за полгода Кто-то там за год Кто-то за два года Ну то есть все зависит От человека То есть сколько он будет Сколько ему надо На то чтобы по технологии Развить Технологии есть Они прошли там уже много Поэтому как бы Они точно работают И еще один важный момент Здесь вот ты сказал Типа окей Ну ты обучился А дальше что А дальше очень важно Когда Моя задача какая Что если человек Проходит у нас обучение Он выходит Ну на практику Я ему даю Некие технологии По привлечению клиентов Ну вот как сегодня Мы обсудили Как продать Да по сути То что мы обсуждали Это переговорная позиция Плюс я ему даю По упаковке Еще там как о себе Рассказать Он выходит на рынок И говорит Я сделаю тебе бесплатно Либо дешево Либо дорого Ну как договориться Тут тоже разные варианты Он берет клиента И моей уже задачей Будет следующей Помочь ему По этой системе Я в этой системе Выступаю Как арт директор Получается То есть я ему помогаю Те вещи Которые у него возникают На практике Уже не ошибиться И он всегда может Ко мне прийти Даже после окончания Обучения Спросить Задать вопрос Сказать Слушай Сформулировать вопрос Сказать Вот здесь так или не так У меня тут такой вопрос И я вам подскажу Что делать По отношению с клиентом По отношению С строителями По планировкам По чертежам И по всему остальному Потому что мне выгодно Чтобы мои студенты Зарабатывали И у них получалось Потому что они же являются Икейсом А сколько это стоит? Это нисколько не стоит Это нисколько не стоит Это фольстойный экскурс Да Потому что мне выгодно Потому что потом Когда ко мне человек приходит И говорит Я сделал Ну я его на видео записываю О нем дальше рассказываю Это видят другие люди То есть мне не выгодно Ну условно лентяев брать Мне выгодно брать людей которые стремятся я потому что из них быстрее сделаю ну как бы крутых спецов покажу что они молодцы ну то есть я бы наверное ну не правда бы сказалось я бы говорил что вот я вот такой вот только только вот для других да эта позиция у меня есть но в том числе это синергия то есть я показываю какие у меня крутые ученики да одновременно я и говорю значит моя система работает что из любого мы делаем на таком-то уровне и вот этот уровень пожалуйста смотрите я презентую систему вместе с ним он становится носителем системы а ты не боишься что он будете годами ходить и типа носить тебе работает его и шокоть а зачем ему то есть ну как бы ну как бы тут тут же нет такого то есть как человек когда понимает все он говорит спасибо понятно я уже дальше сам в какой-то момент он уже опережает систему то есть дальше когда ты углубляешься то есть ты можешь сделать лучшие картинки ты можешь пойти еще потом подучиться куда-то ты можешь там придумать какую-то свою даже технологию ну то есть дальше у нас есть куда расти в целом просто человека после там дизайна он может либо в бизнес эти либо там в премиум сегмент вот либо делаю то же самое но тогда ему как бы у меня нет такого что там ну ты же не ходишь там где-то учился или читал ты же где-то учился на и преподавать не ходишь то есть наверняка он не откажет тебе там в комментарии каком-то но ты же уже сам себя чувствуешь экспертом поэтому тебя такой необходимости у тебя нет такой необходимости а когда она есть я никогда не отказываю я понял а сколько еще раз напомню сколько стоит такое обучение у тебя сто двадцать тысяч и этот тип за год но это сейчас да да то есть там есть разные опции там от 120 там до дам до много там до 120 360 и так далее но ты сейчас это уже с бизнесом короче там зависимости от того что тебе нужно то есть базовые модули 120 стоит а 360 типа что я еще и дизайнером научусь и еще бизнес могу да да это как ты уже соберешь команду эти научу управлять считать финансы чтобы в минус не попасть подключать туда уже технологию комплектации авторского надзора ну то есть это уже более взрослая история это не для там фрилансера вчерашнего выпускника это для человека который уже там ну что-то там поработал попробовал говорит да мне все понятно спасибо я лучше ну допустим сделаю команду буду делать какие-то основные вещи встречи с клиентами и дальше ты будешь то есть он уже дальше создать свою компанию и будет расти вперед ну то есть типа чек может сначала научиться тебя за 120 течение там года стать дизайнером через какое-то время доплатить и стать уже да конечно конечно можно сразу это делать параллельно потому что вот то что сразу не сразу это зависит в том числе от уровня ну как развития человека то есть если ты допустим у тебя есть опыт руководящей позиции то есть к нам к на ну допустим на курс приходят люди с опытом уже работы где-нибудь там в банке например дан руководящей должности это я там много денег получаю мне не интересно просто не интересно я хочу быть дизайнером естественно ее опыта может быть даже побольше моего управления организации я что делаю я даю просто шаблоны которые подходят не к банку а к дизайну она имеет свой опыт она быстрее меня студию построит то есть у меня вот есть там юриста один из учеников он быстрее меня построил построил студию там за полтора года просто с нуля вообще ничего не знаю почему потому что он взял мои технологии и наложил на свой опыт он быстрее ты сделал а я там 10 лет ковырялся звучит круто блин есть значит люди которые могут ощущать стени слава ореха на его на его поле еще чуть это как да ну в обогнал тебя в строительстве студии а конечно но я же сфокусирован на вот на своей теме я не строю там у меня нет задачи построить большую студию у меня это не входит как бы в мои главенствующие вещи я больше как при то есть я свою сильную сторону вижу в систематизации в передаче знаний то есть вот вот что мое то есть то что лодочник который переправляет людей с одной стороны реки на другое ну можно так я исследователь да и вот побочный эффект исследований которые я делаю до который создаю системы она является как бы передачи информации а чтобы эту информацию получить у меня своя студия мне интересно безумно заниматься проектами мы не ведем сотни проектов мы ведем там десять в год и нам муки хватает ладно и теперь самый короткий простой вопрос напоследок который теперь он время от времени появляется в канале но читатели канал его задают но я почему-то тебе его не спрашивал мне казалось он банальным но сейчас самый хороший момент от не боишься что ты сейчас нарастишь дизайнеров они студии своих подкрывают и вам тесно станет рынок-то все-таки типа не триллионные же нет но рынок триллионный как раз таки рынок огромнейший и у нас этом россия за рубежом сколько ежедневно строится я скидайте так отвечу не очень коротко но очень как бы круто свое время я посмотрел всем кстати рекомендую для расширения сознания мозга до посмотреть старенькая старенькая передача ей наверное уже лет 20 называется она в ю тубе есть наберите самые богатые люди мира и самые богатые люди европы вот не видел такое нет вот и там раз там рассказывается про истории очень прикольно людей которые заработали там свои деньги ну то есть прям снимают их что они делают как как они живут про их бизнеса рассказывается и смысл в том что практически чуть ли там не все уже те люди у которых уже есть деньги в который генерирует бизнес они вкладывают их в девелперские проекты то есть любую потому что это но это самое надежное вложение куда ты еще вложишь в bitcoin нет ты покупаешь недвижку она всегда в цене землю недвижку землю недвижку поэтому как бы дизайн это ну как бы как и архитектура как и бизнес в этой теме это одна из самых ну таких правильных вещей с точки зрения капиталовложения то есть если если про деньги да про творчество тоже интересно но и про деньги это тоже очень круто потому что все они ищут проекты все они делают проекты в этих проектах кто-то живет кто-то делает кто-то поставляет это огромная-огромная индустрия поэтому не надо там вот думать что там дизайн это однокомнатной соседке сделать квартиру в целом можно мыслить глобально и мы уже делали проекты там ну по всему миру там и короче у нас эта тема рабочая у тебя же недавно был по моему проект одной из крупнейших девелоперских компаний в москве да 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 у нас не один у нас их много там вот бы москва-сити и квартиры и во франции мы делали отель и на крите мы делали и где еще в африке мы делали в страну не помню какая страна очень была уже небольшой танзания там в танзании мы продали там концепт в общем много всего поэтому не обязательно до конца доводить то есть ты можешь продавать едика цеп ты вот африку нас покупали там были китайцы ребята но они делали бесплатно концепция я за концепцию денег взял ну и сделал и продал но дальше они тому же на месте сами построят но вот идеи покупает если у тебя есть идея и всегда идею можешь продать Угу, блин, это очень круто, ладно То есть у тебя никогда не было такого, что ты вырастил себе там дизайнера, а он взял какой-нибудь твой проект, увел у тебя, и ты такой блин, черт Ну а как повести-то можно? Ну никак Я вообще не понимаю, что значит увел Клиентов много, то есть если у тебя есть технология по привлечению клиентов Клиентов очень много, то есть специалистов мало Ну хороших, ну ты можешь там по себе тоже, ну мы это уже обсуждали, да Найди хорошего там, не знаю Сантехника, адвоката и так далее, только по рекомендациям, и очень тяжело это сделать, так же и здесь, то есть клиенты в этом же поле находятся, им сложно искать хороших людей Если какой-то хороший получился, который увел проект, ну значит он молодец Будем на него равняться, супер, я только скажу, красавчик Блин, круто, выкрутился ты, а? Не, ну в хорошем смысле я имею в виду У меня больше нет вопросов к тебе Очень здорово, я, блин, вот единственное не вопрос даже, а к тебе пожелание Ты вот О многих твоих проектах, я вот из видео узнаю, почему Может ты не пишешь, об этом никогда не рассказываешь Проект в Танзании, кто вообще делает проект в Танзании Я даже, или там, в отеле во Франции, это же очень круто Ну да Пиши давай, делай портфолио, что такое? Хорошо, да Пиши в канал Хорошо, будем писать Хорошо, спасибо большое, очень круто получилось Я лично даже для себя много интересного узнал Про, вспомнил свой кейс про создание блога для компании, которая коммерческой недвижимостью занимается И теперь понимаю, как следовало правильно это сделать Мне очень понравилась идея про то, что Если ты можешь продать людям опрос практически с ними То для них точно имеет ценность Это прям здорово Я запишу себе в скопилку инструментов Спасибо, Станислав Видео публикуется, как я понимаю, в твоем канале Если вы смотрите видео, читаете канал Не стесняйтесь задавать вопросы И Станислав вам бесплатно на них ответит Пока бесплатно, дальше посмотрим, что будет Хорошо Спасибо всем Большое Подписывайтесь, советуйте друзьям Сергей, спасибо тебе тоже большое, пока Субтитры сделал DimaTorzok